Добрый вечер, Александр. У меня возникло такое ощущение, что про полилог нам надо поговорить. Я даже сам не знаю, почему оно возникло. Какое-то туманное такое вообще дело, этот полилог. И мне, конечно, очень хотелось бы, вот ваше представление, ну, получить, как через зеркало, что этот полилог такой и куда его можно применить. Вот как вы можете сказать? Да, добрый вечер. Про полилог. Было большое обсуждение в эго-сети, в количестве нескольких товарищей и не один день. Соответственно, есть мысли, что это кому-то нужно и полезно будет создать этот самый полилог. С набором функций. Значит, вот этот набор функций, он уже обсуждается, тоже не первый день. Мысли растекаются под реву, поэтому я считаю, что это нужно уплатить для той группы людей, которые все время обсуждают. Ну, как всегда, на физическом уровне, чтобы полилог появился. Бесконечного разговора про этот самый полилог. Вот, соответственно, есть такая задумка, его создать, напрячь программиста на месяц целый, прям плотно, потому что задача такая внедривентная, и повесить его либо внутри эго-сети, либо снаружи эго-сети, чтобы дать доступ всем желающим, либо ограничить участниками. Вот, пока такие первые мысли. А, то есть вы мыслите в ту сторону, чтобы самому это сделать, да? Да, мы мыслим, чтобы сделать это с участием наших программистов. Может быть, уже в данном случае на платной основе, поскольку это нужно, ну, с моей точки, капитализировать. То есть, чтобы участники уже повкладывались в эго-сеть, и снили полилог. Вначале снили его какого-то, где-то первая идея его пасла уже, чтобы возникла некая ценность этого полилога для определенной группы людей. Ну, вот, соответственно, мы как бы по-братски скидываемся, форма программиста, ну, и получаем двойную ценность. И программист рад, и мы рады, и полилог появляется. Ну, да. А те, кто заплатят, я думаю, они будут более активно участвовать в его создании. Конечно. Пока возникли такие мысли, чтобы мы начали... Первый инструмент появился на платной основе. На копеечной можно сказать, но тем не менее, это участники почувствуют, что вложились. Вот, такие мысли. И второй инструмент, действительно, я думаю, сыграет дальнейшую роль. Для того, чтобы на базе этого полилога пошло у нас движение в сторону проектов полезных и участников. То есть мы с помощью полилога сможем оценить идеи, возникнет тот ваш механизм социальной какой-то оценки идей и проектов, которые позволят двинуться дальше. Ну да, социальная логистика какая-то начнет зарождаться реально. Пока такие мысли. А как вы смотрите на те алгоритмы, которые нам рассказал Виктор Семенов? Они понятны, эти алгоритмы? Ну да, понятны. Потому что он там говорит, что какие-то сложные слова говорит, которые я не понимаю. Наша задача, как всегда, упростить. Задача инженера упростить и реализовать. Выбрать оттуда ядро, что-то исказить. И вывоплотить. А потом пусть нас критикует. И Виктор пусть под себя какие-то вещи делает нам замечания. Мы получим обратную связь. Ну и, соответственно, попробуем его тяжелые какие-то механизмы реализовать и посмотреть, а работает ли это. Мы понимаем, что это работает, это будет некий деревья вот этих размышлений. С моей точки зрения, туда его можно расширить. Вот то, что вы записываете в видеоролике про ZMIR. Можно классифицировать общение. И когда мы создаем комментарий, мы можем этот комментарий классифицировать как вопрос, как тезис, как аргумент, как отрицание. Эту штуку еще запустить, она позволит нам управлять общением. Дело в том, что там, кроме вот этого еще, на мой взгляд, я смотрю как социальный логистик, как технолог. Поэтому меня что еще смущает во всех этих обсуждениях? Что человек, есть много способов вести его качественно и некачественно. И вот, например, некачественно, это если в одном высказывании заложено две или больше мыслей, да? Или, например, человек начинает что-то говорить свое, а из этого следует, что он тот, чего сказал собеседник, не понял. Или понял неверно. И не стремится вот это сначала понять и не хочет этому учиться. То есть это в самих высказываниях не содержится. И, на мой взгляд, вот у Виктора Семенова в этом недостаток. Он работает только со смыслами высказываний. А для меня полилог – это взаимодействие людей. В этом разница. Потому что есть еще смыслы действий, которые делает человек. Либо он учится, либо он пытается собеседника понять, как следует, либо не пытается, да? Вот. И, соответственно, соответствующими инструментами либо владеет, либо нет. Вот. Это еще такие человеческие качества. И я таких людей, которые вот что-то от себя тяну городят и городят, городят и городят. Недостаточно просто сказать, что я с ним не согласен или согласен. Он вообще чушь порет. Мне что-то, какую галочку ставить? Согласен или не согласен? Или как? Или пошел ты далеко-далеко? Вот. Поэтому вот. Такая вот штука. Вот. Я думаю, что я вот это попросил вас на разговор, чтобы потом, конечно, показать его Виктору Семенову. И он как-то, наверное, отзовется на наш разговор. Вот. Ну, наши взгляды вот-вот. Может быть, он сам попросится на разговор, да? Вот. Ну, тоже было бы хорошо. Вот. А какое у вас впечатление насчет того, что он свои алгоритмы сильно бережет или готов ими поделиться? Еще раз, можно эту мысль? Да. Ну, то есть он как? Готов открыто дать алгоритмы или нет? Конечно, мы готовы взять какой-то алгоритм. Нет. Я имею в виду Виктор Семенов. Он открыт для этого? Ну, раз он раскрывает свой алгоритм по пункту, наверное, открыт. Надо устроить диалог, надо понять. Вот мы помесим пост создания полилога. Я вам его отправил в Facebook. Первый мысль пока. Посмотреть, какая реакция у тех, кто полилог обсуждает. То есть не готовы в практическую сторону переходить. Ну, вот. Мне не нравится как предпринимателя теория для теории. Ага. Но это тоже там есть выход из теории. Она в виде книг. Должна появиться в виде стихов. В виде какой-то теории на бумаге. Но когда она остается просто в диалоге на форуме, слава богу, если этот форум хранится 50 лет и кому-нибудь пригодится. Да, но есть там... Вот у полилога есть еще один продукт. На мой взгляд, недооценить его очень даже легко. Он очень важный. Значит, это вот то, что Виктор сказал. Получение документов, которые согласованы с остальными участниками, они могут являться итоговым документом по какому-либо вопросу. Ну, когда, например, собрались эти, как они, запорожцы и писали турецкому султану, они лепили, что попало, правда? И безответственно, так сказать, писали, что им хотелось. А когда мы говорим, что это наша платформа по данному вопросу, и мы ее отправляем в ООН, то тогда, ой, мама, да? Вот, тогда мы должны как-то все согласиться с этим или не согласиться, или как-то вот, и когда-то принять решение, что вот это последний текст, и мы его туда отправим. И текст должен быть самый лучший, на какой мы только коллективно способны. Так вот, полилог позволяет такой текст сделать. По нашим способностям достичь максимума. Это не будет самый абсолютно лучший документ. Но на сегодняшний момент мы вот настолько назрели, а этот инструмент позволяет нам сделать это вот-вот. Вот в этом его ценность, конечно, потому что он работает там со смыслами. И сосредоточены его алгоритмы именно на смыслах. Вот. Ну, а мы работаем с людьми живыми, правда? И как там Виктор говорит, в общем-то, с хорошими, позитивными людьми он хочет работать. Ну, это не всегда так получается. Вот. Поэтому будем делать какую-то логистику. Ну, мне тоже интересно, потому что начнет логистика дышать. Недостаток Фейсбука, с моей точки зрения. Вот мы ведем даже в бэк-сети обсуждения. Часто мы не знаем, чем оно закончилось, или просто забываем. Да там ничего не найдешь вообще. Невозможно работать. То есть невозможно выявить последовательность, и мысли растекаются, или просто исчезают, рождаются. То есть это такой хаос мыслей, с моей точки зрения, неорганизованный. Просто, чтобы пообщаться. Ну, вот. Ну, да. Ну, такое желание просто поболтать. И потом это все как бы прерывается мысль, начинается еще одна, и так далее. Бесконечный флот. Я вот там выбрал у Виктора, там он написал эти пункты, а я по пунктам сделал ответ. Так я уже два раза по 10 минут тратил, чтобы найти этот свой ответ. Вот. Так это же я писал. Я знаю, что он там есть. Я его... Мне он нужен, да? Так я чертыхался не знаю сколько. Сколько времени ухлопал. Вот. Потому что там... Ну, надо ссылку напрямую сохранять где-то и держать ее. А кто его знает, что понадобится, понимаете? Вот. Фейсбук, конечно, барахло. Не... Никуда не выводит. Это должна быть обогатительная фабрика мысли, понимаете? Вот для меня обогатительная фабрика это вот такая штука, которая отжимает, отжимает, отжимает и оставляет только самое то. Вот. Вот в этом смысле у Виктора идея правильная. С моей точки зрения, будет интересно, приятно, посмотреть, стиль общения друг с другом. Потому что кто-то, вот, любит критиковать у них. Действительно есть такой талант. Это негатив, выискиваете риски. И вот, если мы подцепим флажок комментариев, что это за комментарий? Негативная, это критика, это вопрос все-таки. Кто-то вот умеет вопросы задавать, кто-то не умеет. Да, вот, кстати, эта самая Нелея, Мариевская, вот она по части вопросов специалист. Да, мы начинаем с ней сотрудничать, и там начинается разворачивать целое поле деятельности. Ну, классно. Ну, здорово, классно. Огромное богатство найти человека похожего. Ну, да, вот. Так что вот, вот обогатительная фабрика и социальная логистика. Это будет у нас поле лог. Ну, а делать его отдельно от эко-сети или нет, ну, не знаю, если с точки зрения именно организационной посмотреть, а я могу только с этой точки зрения посмотреть, мне кажется, что вот идея Виктора Семенова о том, что туда вход всем разрешен, она, конечно, должна быть. То есть это правильная идея у всех, кто хочет, но там должны быть такие у нас, такая социальная логистика, что кто непригодный для этого, чтобы вылетал сразу, чтобы не тратить на них время. Вот, чтобы отсекать просто вот жесточайшему. Ну, то есть экономно, чтобы по времени было, чтобы болтунов оттуда выгонять очень, так сказать, мгновенно. Вот. Ну, вот, пускаем всех, ну, и быстренько фильтруем. Вот. Вот на это надо направить алгоритмы, чтобы там все было как на ладошке. Вот. Сразу не скроешься. Вот. Ну, ладно. Все тогда. Мне уже хватит. Я доволен разговором. Вот. Сейчас смонтирую, сейчас смонтирую и выставлю на YouTube. Пускай люди смотрят. Да. А вот отвлекаемся. Да.